Бои Федора Емельяненко известные СМИ всегда позиционировали как большие события мирового спорта. А подписание контракта с одним из ведущих американских промоушенов еще сильнее подогрело интерес к фигуре Емельяненко. Версия Беллатор, версия Сильна, в Америке довольно известная, со своим телевидением. Федя в этой версии уже выступал в Америке, поэтому ему там все знакомо. Подписался не контракт, версия значимая. Скажем так, многие бойцы выступали в UFC, в Беллаторе это все между ними перемешано. Какова будет стратегия на бой? Что готовит Емельяненко своему визави? Ответы на эти и другие вопросы даст поединок. Но кое-что нам удалось узнать, побывав на дне физической подготовки Федора сразу после его полуторачасового кросса. Ранее новостные порталы давали информацию, что тренировочный процесс россиянина будет разбит на две равные части. Работа на родине, а вторая половина тренинга в США. Сказать, что вторая часть подготовки, наверное, нет. Обычно подводка, но это как обычно, приезжая на соревнованиях и подводка к соревнованиям. А такое, если говорить, что это будет сбор пробномасштабный, санкасса, нет. Все будет проходить здесь, в Старомосковье. Основной тренировочный процесс проходит в родном Федору дворце спорта ОМК имени святого князя Александра Невского. Тренерский штаб внимательно отсмотрел бои Мэтта Митриона и разложил все по полочкам. Соперник довольно-таки интересный, высокий парень, длинные конечности, левша. Он довольно-таки быстрый, хорошо, быстро двигается на ногах. То есть, как бы проблемы в этом плане будут. Ну и ведет бой довольно-таки в жесткой манере. Любит подраться. То есть, вот именно побить руками, может пойти зарубиться, как у нас говорят. Вот, ну и довольно-таки тяжелый удар, все-таки тяжелый вес. Не простой соперник. Я бы не сказал, что там у него есть какие-то коронные комбинации. Как правило, он ведет довольно-таки сумбурный бой. То есть, надеясь на свою физическую силу, надеясь на свой тяжелый удар. И в результате чего где-то он и пропускал. То есть, у него были нокауты. Ну и тем не менее, сам тоже бьет довольно-таки жестко. Помимо Владимира Воронова и Александра Мечкова, к тренировочному процессу привлечен голландский специалист Питер Тайсе, с которым Федора связывает давнее партнерство. Это очень хороший человек. Это типичный семейный человек и настоящий друг. Я его знаю 7 лет, и мне порой кажется, что мы уже как братья. Сегодня мы находимся на тренировочной базе. Сегодня утром мы бегали. Мы так каждый день начинаем тренировочный процесс. Здесь я буду проводить тренировки по кикбоксингу и технические тренировки. О том, насколько сейчас Федор хорош в схватке, мы побеседовали с тем, кто день назад сошелся с Емельяненко на ринге в тренировочном бою. Я уже давно с Федором тренируюсь, поэтому я особо разницы не замечаю. Как раньше он тренировался, сейчас. Также он в хорошей форме, очень хорошая скорость, сильный, выносливый. Я на этих сборах как один из партнеров Федора, помогаю ему готовиться. Федор в хорошей форме набирает. Видно, что есть заряд, желание тренироваться. Сейчас Федор Емельяненко сосредоточен исключительно на тренировочном процессе. Как всегда, он готовится к любому развитию событий на ринге в бою с Мэттом Митрионом и в целом в промоушене «Беллатор». Кстати, выступать он там будет не один, но лучше обо всем расскажет сам Федор. Со Скоттом Кокером, который возглавляет сейчас «Беллатор», у нас давние хорошие отношения, сейчас со «Страйк Форса», провели переговоры и заключили контракт. Ну, все будет видно, конечно, по моему самочувствию. А так, да, контракт на несколько боев с возможностью чемпионского боя. А также ребята, ребят на три боя и больше, тоже с возможностью выхода на чемпионский бой и проведения чемпионского боя. А кто помимо вас подписан в компании «Беллатор»? На сегодняшний день подписан Анатолий Токов. Но также это контракт неэксклюзивный, с возможностью биться в других организациях, в России. И пришел контракт на Кирилла Сидельникова и на Владима Немкова, Валентина Молдавского. Также сейчас ведем переговоры по поводу Виктора Немкова. Поделился Федор Емельяненко впечатлениями и от общения с Мэттом Митрионом. Я присутствовал на его бое в Англии, где он победил, Мэтт Митрион. Но виделись мы только на пресс-конференциях и официальных встречах. Поэтому закулисных разговоров не было, но боец относится уважительно. Это радует. Нет никаких выпадов, выскочек таких. Дискультурный хороший боец. С быстрыми руками, с хорошей ударной техникой. Помоложе, потяжелее. Будем готовиться. Мы не могли обойти тему отношения с болельщиками и критики в адрес Федора Емельяненко, неоднозначной оценки его боев в интернете. Отвлекает ли это? Меня ничего не отвлекает, кроме вас. Кроме журналистов. Интернет я не читаю, грязь не собираю. Поэтому здесь на это я не отвлекаюсь. Это меня не касается. Что касается поклонников, отношусь с уважением. Стараюсь, конечно, по возможности уйти внимание. Но на сегодняшний день в основном отказываю. И в фотографиях отказываю. Есть только общение какое-то небольшое. И пожать руку. Какая у вас сейчас мотивация на бои в Беллаторе? Побеждать во славу России. Больше мотивации, мне кажется, быть не может. Мы желаем Федору Емельяненко удачной подводки к бою и побед на спортивной арене.